Рассматриваем, но из позиции этнолингвистики языковая картина мира детства у карелов сложна и многогранна. Цель данного доклада пока что только проиллюстрировать многообразие лексики, обозначающие ребенка грудного возраста в карельском языке. Сначала для тех, кто не помнит или тех, кто не знает, я напомню кратко, что входит в сферу исследований этнолингвистики. Этнолингвистика – это область языкознания, изучающая язык в его взаимоотношении с культурой. Это по другому определению наука на стыке этнографии и этнолингвистики, изучающая взаимоотношения между этносом и языком во всем его многообразии. Для нас ключевой идеей является мысль об интегральности традиционной духовной культуры, о содержательном семантическом единстве всех ее жанров и форм, при котором одни и те же смыслы выражаются в языке фразеологии, верованиях и обрядовых действиях, фольклорных текстах. И при этом будем рассматривать, как одни жанры и формы культуры помогают в семантической реконструкции и столковании других. Вот такой сложный термин. И объект исследования этнолингвистики – это языковая картина мира. Конкретно в моих исследованиях это языковая картина мира детства у карелов. Итак, следует отметить, что обращение к ребенку и связанная с его образом лексика на корейском языке в настоящее время носителями уже частично забыто или вовсе не усвоено от предыдущего поколения. Исключение составляет термины родства. Поэтому основная часть рассмотренной в работе материал представлен данными диалектных словарей. Вот так я вам покажу основные источники свои диалектные словари карельского языка. Причем пока в этом докладе Людиковский меньше всего представлен. До него позже всех добралась форма на Людиковском. Поэтому пока в этот доклад не включила фразеологические словари, этимологические используются в исследовании. Также образцы речи представляют большой интерес. И, конечно, фольклорные тексты, опубликованные и не опубликованные. И также полевые материалы автора. Нужно сказать, что каждая лексема в докладе приводится в одном или двух фонетических вариантах. При этом в словарях она может иметь три и более подобные фиксации. Лексемы сопровождаются указанием на диалект, на речи, а в случае, если в ареале его распространения слова широко употреблено, также используется помецка повсеместность. Тогда этот фонетический вариант един для всех наречий. Вообще, в современном представлении понятие младенец и грудной ребенок строго не дифференцируется. При этом различают период новорожденности. Это первые четыре недели жизни ребенка. И грудной возраст. Это возраст от четырех недель до одного года. И две последние градации очень близки к устоявшимся в традиционной культуре, в том числе карельской. Выбранный для исследования период детства подразумевает хронологические рамки со второго месяца жизни ребенка до года или полутора лет. Напомню, если была возможность, традиционно сохраняли грудное вскавливание на протяжении первых шести постов жизни ребенка, то есть до полутора лет. Поясню, почему в эту хронологию не включается ребенок до крещения. Дело в том, что младенец до сорока дней в традиционной культуре воспринимается не как полноценный человек, а скорее как существо, сохраняющее связь с потусторонним миром, откуда по народным представлениям он явился. И целью направленных на него в это время обрядов, придания внешнего облика, крещения, имена речения и другие, является стремление удержать новорожденного в мире людей, повлиять на его судьбу. Цитата из Баранова. Итак, перейдем непосредственно к теме доклада обозначения ребенка грудного возраста. Так тематически можно разделить их на следующие блоки. Именование в соответствии с психофизическим развитием малыша, метафорические замены. Будем здесь смотреть метафорические замены в поэтической речи и коснемся также в обращениях к ребенку. А также есть обозначения в соответствии с внешним видом ребенка, представлением о его здоровье, поведении и другие. В некоторых случаях эти обозначения являются метафорами, в некоторых случаях перефразами. Поэтому здесь я для себя еще не определилась, как одним емким термином эти обозначения классифицировать. И также отдельная группа для рассмотрения – это термины родства. Итак, перейдем к именованию ребенка по психофизическому развитию. Здесь я на экране для удобства восприятия вывела, как называют ливики кабало-лапши ребенка, собственно, кареллы капало-лапши. И буквально этот термин можно перевести как пеленаемый ребенок. Также интересные именования, связанные с ребенком, находящимся в люльке, кят-кюр-неку, кят-ут-лапши. Также есть именования по тому, что ребенок еще находится на грудном вскармливании. Это у ливиков имей-лапши, нянь-неку-лапши, а у, собственно, кареллов нянь-нелапши, ринта-лапши. И также есть именования, которые означают ребенка, которого часто берут на руки. У ливиков это «юш-ку-неку», у, собственно, карелок – «юш-кя-лапши». И, конечно, эти термины являются универсальными для многих языков. И всем сразу, думаю, вспомнились аналогичные русские именования. Грудничок, зыбочник, пеленашка, ходунок и другие. И в этих именованиях мы видим прагматизм и синкретизм народной культуры. Вероятно, отсутствие наименования ребенка по месяцам в первые годы жизни связано не только с прагматизмом. Раньше у женщины было много детей. К детям относились в целом с вниманием. И были очень заняты по работе, всегда старались перепоручить более старшим детям. Но при этом так не тряслись над детьми, как современные родители. И не было традиции четко фиксировать возраст ребенка по месяцам. И в этом, вероятно, не только прагматизм все же, но и опасение матери влияние злых сил на ребенка. Вот мы подумаем, порассуждаем. Если мы называем возраст, например, двухнедельного младенца, мы по народным представлениям раскрываем его положение невоцеркленного существа. Напомним, детей старались сократить до шести недель. И тем самым делаем его более уязвимым для болезней и несчастных случаев. Раньше карелы скрывали, например, сколько у них детей. Есть разные такие шутки и поговорки, что сколько у тебя детей. Говорили, шен берран йота лаван пьяшта лаван полых шуатин. Немного, а вот до середины лавки. Вот так называли. Ну и в русской традиции это тоже распространено. Насколько в лавке у тебя сидело детей, там по количеству не называя. И самым удивительным пластом для изучения фигуры ребенка в координатах языковой картины мира является так называемые метафорические замены. Это устойчивые метафоры, заменявшие в частности термины родства при обозначении участников похоронного или свадебного обряда. Определение чистого. Ввиду неполной жанровой дифференциации карельского фольклора, а также тождественности природного явления в языке карельской колыбени песни и заговоров, термин метафорической замены кажется часто вполне оправданным для обозначения фигуры ребенка в указанных фольклорных жанрах, равно как и в языке пествования вообще, поэзии пествования вообще. В предыдущем исследовании авторам было выявлено в колыбельных песнях более 70 метафорических замен термина ребенок, которые условно можно отнести к следующим группам. Вот вы видите на экране в фольклорных текстах есть птичья лексика, так называемая птичья лексика, когда к ребенку обращались в языке колыбельных песней, в заговорах, как курочка канани или уту вапух. Также лексика флоры, идой за ним, мой росточек, мехеляйтин, мерен, кубка, наш медовый цветок. Также есть характеристики ребенка по поведению, вакавай неспокойненький, хуллу несмышленый, именования по внешнему физическому признаку, например, хойка, шорми, тонкопалый, керошу, криворотик. Также есть метафорические замены, отражающие кровную связь матери-ребенка. Каннетту, выношенный, и максэнни, максэзэнни, моя печеночка. Можно сравнить с русским подобным обращением, моя кровинушка. Также культурно обусловлена лексика, широко представлена в образцах фольклора. хопи яйни шау ван варси, серебряная трость, и лина, пайта, льняная рубашка. А также кратко остановимся на некоторых примерах метафорических замен в диалектной речи. Тоже видим, опять же, как перекликается мышление пистуньи с образами природы. Пульпука – определение из мира природы, лексика, связанная с миром природы. Кубышка желтая. Оно могло обозначать что-то маленькое и мелкое. А также мальчика, девочку по материалам словаря, собственно, карельских говоров в Карелии. Но на самом деле это первоначальное значение, это кубышка желтая. Также вот у ливиков есть красивая веза. Изначально это побег растений, отросток, поросль или ветка. А в переносном значении это ягоза, обойка и девочки. И часть обозначений дифференцируема по гендерному признаку. К девочкам, например, обращались шуарва, выдра или алли, утка-марянка. Ранее была канани, курочка и так далее. К мальчикам обращались воробушек, петушок. И здесь мы видим, как это перекликается с поэтической речью. Видимо, вот эти обращения ласковые к ребенку перетекли откуда-то из поэтических текстов. Также здесь образно время заканчивается. Быстро пройдемся по именованиям, отражающих представление о здоровье грудного ребенка. Например, здесь видим такие красивые петелож, бутуз, карапуз выражение. Потом в тверские карелы называли здорового, упитанного ребенка и обычно грудного. Мяшу перекликается, да, слово мясистый. Потом интересно представлен, например, образ поскребыша, карельской диалектной речи. Копуш, собственно, карельских говорах. Исследователи отсылают к слову коппа, яма для хранения овощей. И к слову коппа, закладывать на хранение в яму. И также поскребыш у тверских карелов, и у собственных карелов, я уже зафиксировала. Здесь не отмечено у меня в презентации. Поскребыша называли пахнанпохим майни. Дословно находящихся на самом дне логова зверя. Каждый может подумать, откуда такое выражение пошло. Я в своей работе делаю несколько предположений. Но не будем сейчас подробно на этом останавливаться. Отдельно я рассматривать сегодня буду коротко термины родства. Но вот здесь определение, которое можно отнести к метафорической замене. Это лексема, которая означает слово осиротелый, сирота. Очень красиво. Например, на левиковском это армутой лапши, осиротелый ребенок. А на, собственно, карельском армутой, осиротелый, сирота. Оно происходит, относится, восходит к лексеме арму и вепскому армут, которое означает любить родительскую любовь. И здесь способ образования этого слова суффиксальный. То есть он произошел путем присоединения суффикса той-той со значением отсутствия чего-либо. И, конечно, невозможно рассматривать полностью освещение заявленной темы представляется неполным, без обзора на более распространенных терминов родства, используемых для обозначения человека, как во младенческом возрасте, так и на протяжении всей его жизни. И здесь мы можем видеть, как называли ребенка, дочь, сына, сестру, двоюродного брата и сестру. Очень коротко останавливаюсь на этой теме, потому что время кончается. Вот внук, внучка, племянник. И мы можем видеть, что термин родства, означающий внука и внучку, племянника и племянницу, передаются не только утратившими привязку к полу заимствования из русского языка. Племянник, внуку, кунукка. Даже те, кто не изучает язык, видят, не знают языка, видят отсылку к русской звучанию. То есть эти слова передаются не только в заимствовании из русского языка, но и исконной лексикой, представленной двух основными словами. Первая часть, которая выражена термином, означающий сына или дочь, брата или сестру в форме генитива. Например, вы видите на экранах «туттерен пойку», «туттерен пойка», буквально «сын дочери». Но более общим понятием со значением «внук», «внучка» является слово «лапшен лапси», это «ребенок», «ребенка». Нужно отметить, что формы внуку-пунука преобладают над сложными конструкциями и используются в языке. Так, что-то это запуталось. Время, время потихоньку напишет. Буду заканчивать. Еще термины духовного родства, конечно. Я в своих работах более подробно рассматриваю эти обозначения. А здесь просто вам проиллюстрирую, что крестник, крестница тоже. Нам нужно обращаться к этим словам, когда мы обращаемся к языковому образу ребенка. И, конечно, термин заместительного родства. И перейду сразу к выводам. Итак, в данном докладе, как и в исследовании автора вообще, одним из главных становится вопрос о том, как в координатах языковой картины мира карелов раскрывается образ ребенка. Знакомство со множеством обозначений малыша в диалектной и поэтической речи дает представление о многоаспектности выраженной в карельском языке картины мира детства. Она обнаруживает в себе не только сосуществование языческих и христианских верований, неотделимость от поэтического мышления, исконных и заимствованных культурных ценностей, но также иллюстрирует крепкую связь с природой, народную мудрость, наблюдательность, юмор и, конечно, любовь и внимание к ребенку. Спасибо за внимание. Спасибо, Наталья Александровна. Есть ли вопросы? Да, вот Ирина Алексеевна Гершунова подняла руку. Будьте добры, Ирина Алексеевна. Наталья Александровна, спасибо за доклад интересный, за представленный материал. Я бы хотела сказать, что сегодня Ирма Ивановна Мулани на пленарном заседании делала доклад, который тоже выходит на этнолингвистическую проблематику прибалтийско-финского материала. И она использует прекрасные наработки, которые сделаны Уральской школой этнолингвистики. И вот я, наверное, бы вам тоже порекомендовала обратиться к этим вопросам, потому что в тех материалах, которые вы представили, конечно, есть и метафоры, и метонимия. Они используют очень удачные термины, код, семантическая модель, семантика, мотивационная реконструкция. Вот если вы посмотрите, мне кажется, что ваш доклад будет немножко выглядеть по-другому. У меня не вопрос, у меня просто комментарии и пожелания. Спасибо. Спасибо большое. Я очень ждала таких пояснений, комментариев по поводу терминологии, которой можно всё это назвать. Дело в том, что я пока что этот, несколько лет собирала пока что этот материал весь, выявляла из слова. И сейчас я сама знаю свою слабую сторону, что мне нужно как-то это вписать в какую-то терминологическую базу, в какой-то терминологической базе привязать. Спасибо большое. Я к этому сейчас иду. Паша, я прекрасно лёг бы на вот эту теорию. Посмотрите, если нужна литература, то я могу поделиться. Спасибо, поделитесь, но я что-то уже начала. Просто немножко другой был этот, как сказать, сейчас задача этого доклада. Но, конечно, я обращусь в скором времени к вам. Спасибо. Спасибо. Я говорила, что ребёнка нельзя называть «кулдайне», золото, словами, связанными с золотом. Потому что она говорила «кулдусе он тоезен миронравду». То есть золото – это иномирный металл. И то есть ты наименуя ребёнка золотым, ты отпулаешь его в иной мир. Встречали ли вы такое? И если вообще. Спасибо. Вот с таким мнением я уже сталкивалась. А пока что я только фиксировала разные в словарях. И действительно непонятно, почему вот это, возможно, под влиянием русской культуры, вот это перенеслось на то, чтобы называть ребёнка «кулдай». «Кулда», «кулдани», «кулдалапши», «лапши култа» – это вообще, собственно, в карельском. Никто не помнит уже многие даже терминах родства, но все «лапши култа» говорят, что обращались к ребёнку. Я думаю, что это влияние русской традиции в первую очередь. И к фольклоре тоже почему-то. Интересно посмотреть, если по временным рамкам. Встречается ли это в старых зачастях, вот в конце 19-го, 20-х веков. И вот в современный, может, это на самом деле только позднее такое влияние.